На дворе преобразился Иси, И я тоже в мечах Твои ученицы Твои, Славу Твою, Христе Божий, видишь, А Твоя гратья возле Госпитаема, Славу Твою, Христе Божьей Твои, Миром и же проповедят, Яко Ты, Симой, 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 Синийе. Мы сами родом с Молдавии, Уже в Владикавказе как 15 лет живем, И мы стараемся придерживаться к традициям, Как бы воспитаны от своих предков, От своих родителей. И мы вот этот праздник празднуем Преображение Господне. Благодарим, да, как бы жатву, От конца этого года, как бы жатва собирается, И Преображение Господне. Тут два праздника в одном, Яблочный Спас и Преображение Господне. И хочу всех поздравить с Преображением Господне, Крепкого здоровья всем желаю, От его сердца, от его души. Мы каждый год собираемся вместе, Празднуем Преображение Господне. Спасибо Богу за все. Отвечаем Бог, что дал Господне. Благодарим Бога за это, за все. Вот такая красота мы каждый год делаем. Поэтому мы, когда нам в этой жизни Господь открывается в той или иную мере, Тоже можем принять это или отвергнуть. И, к сожалению, чаще бывает так, что мы в потоке суеты забываемся и забываем о том, что Господь нам дает, что Он нам открывает. И живем дальше, как будто этого не было, как будто это сон нам приснился. Вот апостол Петр свидетельствует о Преображении много лет спустя. Но почему так? Потому что Он сам преобразился. Он сам изменился. Господь в день Святой Троицы, в день Пятидесятницы, не спослал Духа Своего на своих учеников и апостолах. И они изменились и смогли уже быть верными свидетелями, которые не боялись ничего, не боялись и самой смерти. Шли и проповедовали имя Христова по всей земле. В этой же мере, дорогие мои, и мы в Таинстве Крещения сподобляемся дару Святого Духа. Они живы в нас, они действенны, если мы живем по западу. Или наоборот, они в нас спят и оказываются невостребованы. Как некогда апостолы уснули на горе Фаворский. Когда Господь молился. Так, наверное, эти благодатные дарования до поры до времени спят в нас. Пока нас не осияет яркий свет Христового преображения. Но, чтобы Он нас высеял, чтобы этот свет высеял, мы сами должны быть готовы к этому и желать этому. Стремиться к этому. А как к этому стремиться? Как этого ожидать? Как этого испросить у Бога? Господь ясно и недвусмысленно говорит. «Кто любит Меня, возлюблен будет Отцем Моим, Небесным. И возлюблен будет и мной». То есть, любить Господа. Вот та самая подготовка к этому самому преображению, которое и в нашей душе должно высиять ярким светом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова